Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы переходим от раздела Вайра к разделу Хаэй-Сара. Это огонь и пламя. Раздел Вайра – это войны, гибель с дома Амор, жертвоприношение Ицхака, ангелы высшей сферы. Раздел Хаэй-Сара – семейный, спокойный. Приобретается пещера Махпела, похороны Сары, сватовство, рифки Ицхака и, в конце концов, смерть Авраама. Раби Менахи Менделл из Витебска рассказывает, что здесь речь идет о качелях. Качели не могут качаться в одну сторону. Если кто-то хочет как следует раскачать их влево, ему надо потом отклониться вправо. За взлетом ввысь следует падение. Также устроено служение Богу. Тот, кто стремится много достичь, должен понимать, что нельзя все время подниматься ввысь. На этом пути надо и остановки, и спуски, и падения. И надо это понимать и нормально к этому относиться. Жизнь Сары называется полной и счастливой. Но мы еще посмотрим, разве она такая. Кстати, сказано о вторе «возлюби ближнего своего». Неужели нам надо вообще это подсказывать, учиться? Себя все любят. Но зачастую люди живут, кто-то обиделся на ситуацию. Кому-то не нравится, как Бог управляет миром. Кому-то собственные глаза не подходят. Еще что-то. Они живут с обидой на судьбу Бога, на себя. Это раздражает их в конце, выливается в гнев на других. Человек, который отказывается принимать жизнь такой, как она есть, отказывается принять себя таким, как он есть. Такой человек не может любить ни себя, ни других. Для того, чтобы любить других, учит нас Тора, нужно, в первую очередь, научиться любить себя. События окружающего мира, они не зависят от нас. Однако наша реакция на эти события, она в наших руках. Один человек в пробке автомобильной исходит от злобы, живет как клаксон, а второй включает кассеты и слушает уроки. Разница есть. Раф Эсказ-Дильбер вообще в рассказе об этой неделе на главе говорил следующее. Почему, он говорил вопросом Раши, почему первый стих завершает словами «годы жизни», ведь вначале написано «и были годы жизни». И он говорил, что все они были одинаковые, все одинаково хорошие годы жизни, приятные и хорошие. Однако, давайте посмотрим на эти приятные годы. С утра до вечера прием гостей, без печки, без холодильника, без ничего. Готовили все время, без выходных. Долгие месяцы путешествий. Из Урхаздимов, Харан, на Сле, там, не без такси, без остановок. Ее дважды воруют цари. У нее там не было детей до 90 лет. Она привела соперницу в дом. Рождение Ишмаэля. Можно долго рассказывать это все. И несмотря на то, что все это, говорится, хорошие годы жизни, замечательные. Сейчас бы мы сказали, да пусть враги наши так живут. Пусть враги наши так живут по дереву. Но что имеет в виду Раши? Напишал, все они были одинаково хороши. Граф Зильбер ответил на этот вопрос следующим образом. Он рассказал историю. У них, когда в Ешеве мир, училось 180 учеников. И было две женщины, приходили готовить еду, чистили картошку, убирали. Ну, это тяжелая реально работа на 180 человек. Они были родом из Советских Республик. И одна все время жаловалась, работы много, денег мало, это невозможно. А вторая, она говорила, какая мне выпала честь. Моя еда достается столь праведным ученикам и помогает им изучать Тору. Если бы я жила там, где жила, я бы готовила для одних пьяниц. Да и вообще, если бы я могла, я бы не брала деньги за эту работу, надо что-то жить на что-то. У женщин была одна и та же кухня, одна и та же тяжелая работа, одна и та же зарплата. И несмотря на это, реакция была противоположна. То же самое с нашей праматерью Сарой. Да, этот мир не был для нее теплым местечком, однако она думала о том, что она единственная женщина, которая распространяет веру в единого Бога. О том, что у нее есть уникальный муж. О том, что они занимаются великим делом. И это было источником постоянной радости. Вот этому надо научиться. Это глава еще о семейных отношениях и о сватовстве и так далее. Расскажу короткую историю. Однажды к одному Равину пришла молодая супружеская пара. Они постучали в дверь, у них срочный вопрос, хотят развестись. Равин шокирован, просьбил, говорит, у вас есть дети? Он говорит, да, один ребенок, только родился. И сколько ему лет? Вот завтра обрезание. А зачем же вы разводитесь? Подумай, сначала обрежьте ребенка, а потом уже. А что за спешка? Тогда муж с женой закричали, нет, мы не можем, завтрашняя, вот это и есть причина нашей истории. А каким образом? Я хочу назвать сына в честь моего отца, сказал муж. А я хочу назвать сына в честь моего отца, сказала жена. Равин пытался помирить в сторону, говорит, как звали твоего отца? Говорит, мэйр, а твоего? Тоже мэйр, а в чем тогда дело? Муж говорит, ну мой отец был Равином, я хочу, чтобы в честь него, а отец простой человек, и это не так. Равин улыбнулся и сказал, давайте завтра после обрезания назовем его мэйром и посмотрим, что из него вырастет. Если Равин, значит, назвали в честь твоего отца, а если простой человек, значит, честь твоего. Вот так вот примерно надо решать эти вопросы. Брахава от слоха, всего самого-самого лучшего.